Начало осени 1942 года. Это был очень тяжелый период для Красной Армии, которая сопротивлялась изо всех сил, с кровопролитными боями медленно отступала к берегам Волги. Гитлеровские войска ожесточенно рвались к Сталинграду и на Кавказ. Положение было критическим. В это время советская разведка пережила неприятный сюрприз. Возможность получения важной оперативной разведывательной информации резко снизилась. Оказалось, что после эвакуации из Севастополя радиоразведка и дешифровальная служба штаба Черноморского флота осенью 1942 года не стала дешифровать армейскую связь румынских войск на Южном фронте в связи с их переходом на другой, более сложный шифр, который оказался не под силу советским дешифровальщикам. Получалось, что в один из самых сложных моментов войны неожиданное прекращение работы важного источника по получению разведданных поставило под угрозу тысячи человеческих жизней. Лишь спустя год сотрудниками СМЕРШа будет установлена истинная причина произошедшего. В момент нападения гитлеровской Германии на СССР один из первых бомбовых ударов ранним утром 22 июня 1941 года пришелся на военную базу Черноморского флота «Севастополь». Но для кораблей флота утренняя атака немецкой авиации не стала неожиданностью. За сутки до этого нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов издал директиву о немедленном переходе всех флотов и флотилий на оперативную готовность номер один. Благодаря этому первый налет вражеской авиации был отбит артиллерией флота без потерь. Этот приказ наркома был отдан в основном на основании из данных флотской разведки. На Черноморском флоте разведывательно-аналитическую службу возглавлял 30-летний капитан-лейтенант Борис Ильинский, блестящей карьере которого мог позавидовать любой офицер. Закончив в возрасте 20 лет военно-морское училище связи в Ленинграде, он был направлен сразу в штаб Черноморского флота на должность заместителя начальника 2-го отделения разведывательного отдела. Далее молодой офицер оканчивает разведывательные курсы в наркомате обороны, и к началу войны он уже начальник 2-го отделения разведотдела штаба Черноморского флота и оперативной дежурной штаба по разведке. Через Ильинского шла оперативная информация обо всех мероприятиях Черноморского флота, которая получалась в режиме реального времени. Информация поступала по всем видам связи – по телефонам, по донесениям, от связных и так далее. Иными словами, капитан-лейтенант Борис Ильинский обладал колоссальным объемом информации. За весь период севастопольской обороны разведчики Ильинского исправно снабжали командование ценнейшей информацией. Они еще до войны взломали румынские военные шифры, а с началом военных действий – промежуточные шифры, при помощи которых немцы общались со своими союзниками. Поэтому советское командование могло оперативно реагировать на каждый шаг противника. 7 июня 1942 года начался последний штурм Севастополя, и уже через 10 дней кровопролитных боев противник занял господствующие высоты. Кольцо окружения сжималось все больше и больше. В этих условиях командование обороны добилось разрешения на эвакуацию командного и среднего офицерского состава. Эвакуация рядовых бойцов не предусматривалась. Ставка решила не рисковать кораблями флота. Однако группа радиоперехвата и дешифровки продолжала работать и в этих сложнейших условиях. Пока защитники города отбивали атаки врага, отделение капитана-лейтенанта Ильинского ежедневно посылало на Большую Землю сообщения с перехваченными переговорами немецких и румынских частей. Работали разведчики в подвалах Владимирского собора. Они были твердо уверены, что их заберут, люди подобного рода деятельности не должны были попадать в плен. Однако все получилось по-другому. На тот момент времени командование штаба флота находилось в укрытиях 35-й береговой батареи, которая была последней точкой обороны города. При появлении непосредственной угрозы весь штаб погрузился на машины и был переброшен в район аэродрома, откуда, благополучно бросив защитников на произвол судьбы, улетел на Большую Землю. Предназначенный самолет для эвакуации остатков штаба, на котором должен был улететь Ильинский из группы их шифровальщиков, был загружен ранеными. Эвакуация разведчиков флота не состоялась. В ночь с 1 на 2 июля 1942 года батарея была взорвана. Это был последний рубеж обороны Севастополя. 90 тысяч человек, защитники города, матросы и красноармейцы были обречены на смерть или плен. Именно здесь в последний раз видели капитан-лейтенанта Бориса Ильинского. А буквально уже в октябре 1942 года советский генштаб остался без глаз и ушей на южном направлении боевых действий. Борис попал в лагерь советских военнопленных. На первом же допросе он признался немецкому офицеру, что служил помощником оперативного дежурного штаба Черноморского флота по разведке. Немцы не сразу поверили, что в их руках оказался человек, который обладает бесценной информацией о штабе Черноморского флота и его деятельности. Его долго изнуряли допросами. Однако, когда пленные краснофлотцы-шифровальщики подтвердили статус офицера, отношение к нему изменилось. Ильинский сломался. Он рассказал немцам все. Рассказал о структуре организации разведотдела штаба Черноморского флота и функциях различных его подразделений. Назвал имя начальника секретной радиостанции штаба, который попал в плен в вместе с ним. Лейтенант Демидов отказался сотрудничать с немцами и был расстрелян. Однако самый главный подарок противнику капитан-лейтенант Борис Ильинский сделал 4 октября 1942 года. Он рассказал о том, что советскому командованию накануне войны стали известны шифровальные коды румынской армии. Германские штабы пользовались для шифровки своих оперативных сообщений знаменитыми кодами «Энигма». Однако на практике, общаясь с румынским оперативным командованием, немцы часто переходили на румынский промежуточный шифр. Это помогало советской разведке малой кровью добывать секретные сведения о тактических планах вермахта на южном направлении. После признания Ильинского немцы тут же заставили румын перейти на другой шифр, родственный по кодировке с «Энигмой». Спустя неделю после первого допроса в штабе немецкой морской разведки Нахрихтенбеобахтер Ильинского пригласили к зондерфюреру немецкой разведывательной команды Келлерману. Немецкий разведчик предложил пленному офицеру работать в его команде в качестве специалиста по допросам советских военнопленных в лагерях. Ильинский согласился и прошел испытание кровью. Так, под кличкой Сидоров, он оказался в одном из подразделений немецкой морской разведки. Архивное дело СМЕРШа содержит фотографию, где бывший морской офицер участвует в расстреле пленного красноармейца – гарантия для немецких спецслужб от повторного предательства нового агента. Летом 1943 года сотрудники советской военной контрразведки СМЕРШ разбирали трофейные документы немецкой армейской группы «Дон», которая была уничтожена в Сталинградской битве. В состав группы входили 3-я и 4-я румынские армии, и два румынских документа особо заинтересовали оперативников. Согласно первому, румынам не позднее 10 октября 1942 года стало известно, что их радиопередачи перехватываются и расшифровываются советской разведкой. Второй документ содержал показания начальника 2-го отделения разведотдела Черноморского флота капитан-лейтенанта Ильинского о том, как, когда и с какого времени советской разведки удалось расшифровать румынские секретные коды. Штаб «Дон», Управление связи, 3-я группа, номер 226-42. Секретно. От 8 октября 1942 года. Начальник информотделения при командовании Черноморским флотом Борис Ильинский сообщает следующее относительно результатов дешифрования нашей радиокорреспонденции. Дешифрованием румынской секретной корреспонденции, произведённом в период июльского наступления в 1942 году силами дешифровального отделения, была установлена полная дислокация войск на Керченском полуострове и перед Севастополем. Все результаты дешифрования докладывались командованию флота Москве и командующему Южным фронтом Будённом. Этих двух документов было достаточно, чтобы следователь военной контрразведки СМЕРШ капитан Шишкин завёл следственное дело о возможном предательстве со стороны Ильинского, который до этого момента считался пропавшим без вести. А далее факт предательства Ильинского и его прямое отношение к смене действовавших шифродокументов румынского командования на юге был достоверно установлен. Результатом стал заочный приговор, вынесенный военным трибуналом Центральных учреждений частей военно-морского флота 21 декабря 1943 года. Расстрел. Когда война уже подходила к концу, Ильинскому удалось затеряться среди военнопленных и беженцев. Так в ту пору поступали очень многие, кто участвовал в сотрудничестве с нацистами, а потом пытались уйти от возмездия. Навыки разведчика помогли ему изменить в документах свои биографические данные. Он взял себе новое имя – Борис Лазарев, младший сержант понтонного батальона, который почти в полном составе погиб в Харьковском котле 1942 года. Реальный младший сержант Лазарев был расстрелян по приказу Ильинского в Херсонском штаглаге 370. Новый Борис Лазарев хорошо знал фамилии всех погибших командиров части, имена многих рядовых бойцов. Победа Советского Союза застала Бориса Ильинского недалеко от австрийского Зальцбурга. Американцы направили его в лагерь перемещенных лиц для советских граждан. Затем он был передан в советскую зону оккупации. В августе 1945 года Борис Лазарев благополучно отфильтровался и прибыл в венгерский городок Секешфехервар для прохождения службы в 356-м батальоне аэродромного обслуживания. В октябре этого же года демобилизовался и приехал на жительство в город Горький. Здесь он обменял красноармейскую книжку на гражданский паспорт. После войны одним из главных направлений госбезопасности был поиск скрывающихся военных преступников и изменников Родины. Не было исключением и Ильинский. Его поиском соответствующие органы занимались постоянно с того момента, как военная контрразведка установила факт его предательства. И в 1952 году в Управление госбезопасности города Тула поступил сигнал от работника местного адресного бюро о том, что некий гражданин Лазарев интересуется адресом Валентины Николаевны Ильинской. Доставленный в Тульское управление госбезопасности гражданин Лазарев отпираться не стал. Своё настоящее имя назвал сразу. Из постановления о задержании в порядке статьи 100 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 14 октября 1952 года. Город Тула. Я, начальник 2-го отделения 2-го отдела управления МГБ по Тульской области, майор госбезопасности Румянцев, рассмотрев материалы дела на задержанного Лазарева Бориса Николаевича 1911 года рождения, уроженца города Горького, назвавшего себя при задержании Ильинским Борисом Николаевичем, нашёл. Лазарев, он же Ильинский Борис Николаевич, подозревается в особо опасных государственных преступлениях. Руководствуясь вышеизложенным, постановил Лазарева Ильинского Бориса Николаевича задержать и поместить во внутреннюю тюрьму УМГБ по Тульской области. Материалы послевоенной разработки агента Лазарева Ильинского до сих пор засекречены. Только через год после ареста был составлен документ, где указывалась официальная версия. На него вышли через родную сестру, которую профессиональный разведчик якобы решил навестить. Однако трудно сказать, так ли это было на самом деле. Но всё же было доказано, что Ильинский являлся глубоко законспирированным агентом, который и после войны активно работал против СССР. Из постановления о предъявлении обвинения 28 октября 1952 года. Ильинский достаточно изобличается в том, что нанёс громадный ущерб военной мощи СССР в борьбе с фашистскими захватчиками и их сателлитами в период Отечественной войны. В последующие годы, являясь официальным сотрудником и агентом иностранных разведывательных органов, проводил активную враждебную и подрывную работу против советского государства. 3 марта 1953 года военный трибунал Московского военного округа на закрытом заседании приговорил Ильинского-Лазарева, он же Сидоров, Бориса Николаевича на основании статьи 58.1.б. Уголовного кодекса РСФСР подвергнуть высшей мере наказания расстрелу. Но оказалось, точку на этом ставить рано. Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 5 июня 1953 года ходатайство о помиловании было удовлетворено. Расстрел заменили на 25 лет лагерей, и это однозначно вызывает вопросы. Общей амнистии не было, а к предателям в 1953 году, тем более такого уровня, советские суды были беспощадны. Тем не менее, Ильинскому повезло. Вполне возможно, он представлял интерес как носитель какой-то ценной информации, для эффективного использования которой он был нужен живым. Но в истории он остался предателем навсегда. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!